Принцип деления клетки рассказать сложно, но основные события рассказать можно. Когда клетка делится, там тоже 12 хромосом выстраиваются по экватору клетки, то есть представьте себе клетку как Землю, у нее есть экватор. 6 хромосом с одной стороны, 6 с другой, 12 хромосом с другой, и есть 13 хромосом, которая руководит этим процессом. То есть, как видите, макрособытия и микрособытия, то есть события организма, они как бы дублируют друг друга. Я здесь хотел бы просто сейчас, поскольку тема действительно серьезная, дать несколько. Во-первых, на прошлом вебинаре мы проводили регенерацию. Регенерация – это, как раз, восстановление клеточного материала, там, где он утрачен. И, по сути дела, тоже самое, те же самые клеточные процессы. Тут у нас есть отклики, вот нам Ирина Васильева прислала, очень интересный тоже отклик. Я хотел его зачитать, потому что вот так постепенно из ваших наблюдений, из наших наблюдений, появится картина этого процесса. Вот давайте посмотрим, как процесс регенерации увидела Ирина Васильева. По, опять же говорю, по занятиям нашим предновогодним на вебинаре, когда мы регенерировали зубы. Вот что она написала. То, что происходило с участниками вебинара. Проявился образ отца. Образы трех сыновей. У людей над головой появился свет. Затем зеленые кристаллы. Видела очищение пирамиды сознания. Кристаллы стали зелено-голубыми. Вот здесь вот цветовая динамика очень важная. Это очень значимый маркер событий, который происходит, когда говорят о цветах и в каком цвете шло какое событие. Кристаллы стали зелено-голубыми. Они начали вращаться по часовой стрелке. Тоже важно, куда они стали вращаться. Вы же все знаете, что у нас, например, вода на северном полюсе вращается в одну сторону, а на южном полюсе сосел в другую. Так что это тоже определенный маркер понимания. Увидела нить ДНК у каждого над головой. То есть нить ДНК она увидела над головой. Ну, как сифироты, по сути дела, древо сифироты. Шло преобразование участка нити. То есть на этой нити был утратен участки. Значит, если мы в организме теряем какие-то функции или органов, или какого-то элемента, то это сразу же отражается на нашей голографической ДНК. После того, как сделали технологию по восстановлению зубов, проявилась книга над головой у всех участников Абинара. Ну, намек более чем ясный. Читайте книги. Работа с зубами. Во время чтения текста видела золотистую матрицу. Она наложилась на всю внутреннюю часть рта, десны, зубов, нервов. Видела сферу и три точки, как в технологии сферы управления реальностью. Проделывала всю работу по тексту. Семя, капли, вода, вихри и так далее. После окончания чтения текста стала смотреть вместе со всеми. В зубах появились сферы. В них зеленые березовые листочки. Внутри сферы зеленые листочки. А что такое листочек, мы с вами раньше разбирали, помните? Листья – это проекция судеб человеческих будущих. На древе есть крона. Это будущее формируется. Каждый листочек – это чья-то судьба. То есть появились в сферах листочки. Вижу все клетки в деснах. А у меня нервы удалены. Вижу вихрь, который идет от зубов, а внутри – десны. Нервные клетки начинают проявляться. Идет деление клетки. Информация о работе идет в головной мозг. Возвращается обратно. Образовался треугольник. Он приобрел форму пирамиды. Затем проявилась вторая пирамида. Образовались как бы песочные часы. А песочные часы – это тоже. Мы с вами разбирали этот символ. Это, по сути дела, перетекание одной реакции через сужение. То есть через то, что в макрокосмосе называется черной дырой. То есть предельное прессование и информация энергии и материи в некий сингулярный объект. И новое развертывание через белую дыру в следующую сферу. Вернее, полусферу часов в новую реальность новой Вселенной. То есть видите опять, какие процессы через эти все наблюдения раскрываются. Вращение пирамид по часовой стрелке. Образовалась световая вертикальная труба из радуги. Вся конструкция раскрывается радужным цветком. То есть пирамида переходит в цветок. Камень, пирамида, минерал дают следующее раскрытие жизни уже растительной в цветок. А цветок чем славится? Фотосинтезом. Тут и физика, и метафизика, и чего только нет. Вся конструкция, еще раз повторяю, раскрывается радужным цветком. Затем из него появился Тор. Отец запустил белый свет. Все вращается по часовой стрелке. Десна в это время ноет. Вижу, как начал проявляться образ здорового зуба. Она видит. Это очень важный момент. А люди, которые спрашивают, чаще всего не видят. То есть они не прошли еще того, как бы процесса развития, который необходим в нашем проекте учения. Потому что оно и называется не просто так, а учение. Это же не поликлиника, не больница. Это учение. Здесь надо учиться, а не лечиться. Вот этот процесс, как бы лечение, он дополнительный. Он всегда сопутствует пониманию и знаниям. То есть если вы начинаете видеть, знать, понимать, то приходит и оздоровление. Продолжение следует...